Долженствование Есть четыре базовые установки, которые характерны для невротических личностей. Эти установки когда-то описал Альберт Эллис. Это долженствование, непереносимость фрустрации, катастрофизация и оценочная зависимость. Что такое долженствование? Если сказать просто, это убежденность в том, что ты что-то должен, а иногда также убежденность в том, что и другие люди что-то должны. Должны вообще или должны тебе самому. Мы можем представить таких людей, которые вечно движимы этим самым должностованием. Они вынуждены ставить перед собой какие-то сверхзадачи. Они вынуждены побуждать постоянно себя к чему-то стремиться. У них, как я иногда говорю, плетки висят на стене, и они постоянно себя этими плетками подхлёстывают. Проблема такого человека заключается в том, что если ты не будешь себя вечно хлистать этой плеткой, то ты окажешься ничтожеством. Ты никто, если ты не бежишь без оглядки куда-то вперед. Вот в чём заключается установка должностования. За ней стоит в первую очередь ощущение собственной никчёмности, собственной ничтожности. А также за ней может стоять и ощущение или страх того, что тебя отвергнет мир, отвергнут другие люди. Поскольку если я не буду достигать, значит, меня не оценят. Если меня не оценят, значит, меня отвергнут. Может быть и такая история. И вот такие люди превращаются в вечных решателей проблем. Они не могут позволить себе успокоиться и расслабиться, и побыть здесь и сейчас, с самими собой, просто здесь и сейчас. Когда такого человека оставляешь наедине с ним самим, он может просто взвыть. Ему нужно куда-то бежать, что-то делать. Между прочим, здесь очевидна отсылка также к тревоге. Такие люди обычно очень тревожны. Долженствование сопряжено с повышенной личностной тревожностью. Это первая установка. Вторая установка – непереносимость фрустрации. Если что-то пойдёт не так, как я ожидал, то мне будет очень плохо, и я этого не вынесу. Я не вынесу, если, например, я не обнаружу в магазине тот продукт, который я хотел купить. Дело заключается в том, что не переносят такие люди каких-то самых простых ситуаций. Другие люди эти ситуации могут вообще не заметить. А человек с непереносимостью фрустрации болезненно, сверхболезненно реагирует на всё. Я этого не вынесу. Вот она, непереносимость фрустрации. Как она связана с должностованием? Достаточно просто. Человек, который движим этим вечным «я должен-должен», он ведь от чего-то при этом убегает. А убегает как раз он, как я уже сказал, от ощущения ничтожности и от того, что его кто-то отвергнет. Его отвергнет мир. И в том числе он убегает от этой самой фрустрации. Ему кажется, что, будучи постоянно включённым в какую-то деятельность, он тем самым избежит откатывания куда-то к этим самым негативным эмоциям. Страха, чувство брошенности, покинутости и вот этой вот фрустрации. Ему кажется, что он этого избежит. Он должен-то потому, что он должен избежать фрустрации. А фундаментальная фрустрация связана для него на самом деле уже даже не с какими-то простыми вот этими внешними событиями, типа плохой погоды или не тех продуктов, или, например, отмены какого-то мероприятия. А она связана с столкновением с его глубинными убеждениями. «Я ничтожен, и меня отвергнут». Следующая установка, которая, опять-таки, близка к непереносимости фрустрации, это катастрофизация. Вот невротические люди катастрофизируют. То есть они относятся к потенциальной какой-то угрозе, так, как если бы она уже оказалась актуальной. Человек боится чего-то, что может произойти завтра, но оно ведь может и не произойти. И, кстати говоря, тут они еще совершают целый ряд когнитивных ошибок. Они же ведут себя так, как если бы это уже произошло, и произошло именно сейчас. И отсюда их паника, отсюда их страхи, отсюда их дисфункциональные эмоции. Человек боится куда-то опоздать, завтра на самолет, и при этом сегодня он уже в панике. Вот она катастрофизация. Случится что-то плохое, и я этого не вынесу. Естественно, я не вынесу, в том числе, потому что я ничтожный, или, к примеру, я беспомощный. То есть там может стоять еще в глубине и установка беспомощности. Ну и, наконец, оценочная зависимость. Четвертая установка невротических личностей. Человек вынужден ориентироваться на внешние критерии оценки своей собственной деятельности, своих поступков, себя самого. У него слабое эго, как говорят, у него слабое я. Он себя слишком низко ставит, чтобы ориентироваться на самого себя. У него просто нету для этого ресурсов. И вот он ориентируется на других. А это, в свою очередь, ловит его в ловушку, потому что у разных людей разные мнения. Один человек сочтет, что ты делаешь что-то правильно, другой решит, что ты делаешь что-то неправильно и так далее. Люди с оценочной зависимостью постоянно страдают от того, что они не могут всем угодить. И они не могут угодить самим себе. Но угодить самому себе, это значит избавиться от негативных оценок. Даже потенциально негативных оценок. Исключить их из своей жизни. Если меня кто-то негативно оценивает, это означает, что кто-то раскрыл мою сущность. А я кто? Я ничтожный, слабый. Я неудачник. Я отвергнутый. И так далее. Вот оценочная зависимость. И она, конечно, формируется, как и другие невротические установки, в ходе патологического воспитания, когда ребенка оценивают, полагаясь не на то, что ему на самом деле нужно, то, что ему хочется, то, с чем он уже может себя идентифицировать, а полагаясь на какие-то внешние бессмысленные критерии. Пятерка – это хорошо, двойка – это плохо. Но это бессмысленные критерии на самом деле. Ребенку этого не понять. Он никогда такого не поймет. И потом, уже став взрослым человеком, такой ребенок будет по-прежнему полагаться на эти внешние критерии. Что-то хорошо, а что-то плохо, но он не чувствует этого. Так надо. И вот отсюда связь между оценочной зависимостью и должностованием. «Я делаю то-то и то-то, потому что так надо». А нужно ли это тебе самому? И зачем это тебе самому нужно? Вот на эти вопросы человек ответить не может. Вот таковы четыре ключевые установки невротических личностей. Субтитры создавал DimaTorzok